Девочки, доброе утро. Погуляла с собаками, что-то пришла им неплохо. У нас жара стоит африканская. В Краснодарском крае африканская жара. Температура воздуха 38-48. Я поднялась сегодня на Невскую за храм, а море все в тумане. Парит очень сильно, я вся мокрая, пришла не могу. Выпила какао, легла и голова прям как в тумане. Айти на маникюрный педикюр сегодня отложила, никуда не пойду, буду дома. Тетька прямо, я включила этот поливалку и Тетька лег под поливалку, прямо лег, прямо ловит эти капли, весь мокрый. Он наелся, смотрите, накушался. И короче говоря, это читаю новости. И пишут, что увеличился обман компаний и частных граждан. И только во втором квартале 2024 года мошенники украли 4,8 миллиарда рублей обманным путем. Представляете? Ну там ладно, Лариса Долина, да, самая известная. А Михалычу говорю, Михалыч, как хорошо, что у тебя нет телефона. Ну он есть у него. Нет, у него телефон. А просто ему звонят, а он все равно трубки не берет. Динозавр. Динозавр, да, Джо Байден, Джо Байден. Да хватит уже одно и то же, блин. Я короче говорю, Михалыч, они же сейчас используют мошенники, депфейки, нейросети. И я говорю, если вдруг у тебя будет звонок от меня, моим голосом, я буду говорить, Сережа, мне срочно нужно 50 тысяч, иди возьми кредиты, мне вышли. Моим голосом. Ты мне сроду не звонишь. Ты мне сроду не звонишь. Как я тебе не звоню? А ты, говорю, мне звонишь, и он тоже мне не звонит. Мы не звоним друг другу. Я говорю, сейчас я подниму все звонки. И короче говоря, девочки, я зашла к Михалычу. Последний раз я ему звонила решить задачку для Алисы. 13 мая был звонок. 9 апреля пропущенный видеозвонок. Он так и не взял трубку. 9 ноября пропущенный видеозвонок. Он так и не взял трубку. 16 июля пропущенный видеозвонок. Он так и не взял трубку. А потом смотрю 21 год, девочки двадцатый год вот и первый и все и короче у них уже тут нету ты 8 марта 2021 года последний раз меня с 8 марта поздравил остальное все пропущенные звонки трубку не брал я зачем будьте зайти с эту трубку не берешь а я звонки не отвечаю на незнакомую а ну правильно человек я ж не знакомы тебе человек то конечно я же я же я же все как санаторий ехать к леночке на 1 2 3 блин так с удовольствием а как трубку взять не берет трубку зачем мы не созваниваемся с ним никогда нам хватает что у нас лёва надо ли его позвоним до куда ты пошел куда ты отправился сюда ближе мне вот это уже это что-то не нравится ну как уже сам завтрак себе делаю иди цены сделаю сейчас у него ходит как холодильник пустой учет голодом наш решили морить надо доставку сделать доставку и не знаю учета все краснодаре африканская жара и магазины не ходит никуда молодцы уже все на самотек как хотите вроде так ему выходит до завтрашнего дня дожить у меня завтра пенсии придется менять не отсюда такси заказывать и на краснодара 7000 рублей ну придется ехать хочу а там что там тебя накормят что ли у тебя там пустой холодильник отключенный стоит но здесь тоже пустое чём не у меня хоть мы пиздесят они мы пикли пустой тоже пустой немытый холодильник вот приехал отдохнуть ты хоть клининг заказывай на газе 1 месяц какой клининг я сам тут у вас полу же по-моему ты с этого кресла не встаешь ну конечно вчера кто пылесосил то ну да меньше волос было меньше волос было и чё я сейчас кушать буду давай все что-то ты какой-то прям агрессивно крутой стал материться мне вывели на эмоции трудно не матерился да ты без мата и садишь не за стол не садишься я без бутылки не сажусь я бери без мата тоже говорят что я пьяный я уже год почти не пью сколько будет в октябре в ноябре будет год в октябре день дня автомобилиста дня автомобилиста год уже будет как никто вообще не пьют пьяный не в одном глазу на таблетках работаем раньше запил бегать при таблетки покупаем на шатырь перекись я не могу серёжа у меня я погуляла с собаками видимо перегрелась я не могу мне голова болит я вижу голова знаешь не это понимаешь я даже стать не могу это что такое то что за отношение такое ты посмотри давай и все отдых у меня не доживу какого числа ты приехал 9 а сегодня какое сегодня уже 21 21 две недели ты живешь все было хорошо случилось что-то это вилла то я уже все видать ты же у комаров ты на массе смотри я чё массу что-ли буду двух лопалки пускай девочки что-то недовольство какое-то пошло я не знаю что-то недовольство пошло все отговорила роща золотая березовым веселым языком и журавли печально пролетают уж не жалеют больше не окунь осень о ком жалеть ведь каждый в мире странник пойдет зайдет и вновь покинет дом а каждому шедшим грязит коноплянник широким месяцем голубым трудом стою один с ревни среди равнины голой а журавлей относит ветер таль я полон дум о юности веселой но ничего в прошедшем дне не жаль не жаль мне нет утраченных напрасно не жаль души сиреневую цвет а в саду горит горит костер львины красные но никого не может не обгорят рябиневые кисти от желтизны не пропадет трава как дерево роняет тихо листья так я роняю грустные слова если время ветром заметая сгребет их всех в один ненужный ком скажите так молодец серёжа болезнь не пропивается дать геймеры тебе не грозит деменция не грозит то учит стихи памяти сколько маршей надо было за подавай маршей давай вечер трубу надо мне тогда без трубы на по полном год видишь мошенники у него звонок открываем звонок то не открываем номер незнакомый вообще какой-то семь девять три это мошенники сейчас не ладно прозвонит от как какого региона звонят с какой тюрьмы все вот и все девочки никогда не отвечайте не на знакомые звонки учитесь у михалов а вдруг это важный как я чё не вижу что номер то вообще я все набирают знаю а если ты допустим там написано мама и лёва 3 3 3 3 я не могу вставать я не могу делать у меня приготовлено все я сейчас полежу маленько стану сделаю ежики вам сегодня молочном соусе я все сделаю я не пойду сегодня на на 12 не надо было на маникюр нападик куда ну хотел уезжать уже ты из дунг ведь из док из дунг палкой не выгонишь ты давай готовься куда сейчас поедете раскладушку забирай на кухне те поставим я переезжаю в дом в квартиру свою в краснодар как чё со мной но я буду приезжать сюда тут все равно ремонт идет я буду деньги тратить скептически не чтобы сказать лена давай домой но я же приеду я же ремонт там начну делать почему не надо у нас учебный год у нас все прекрасно все хорошо с этим ремонтом закончите уже ремонт и вообще не знаю осилим или нет девочки там пишут что-то вы там развезли вы там капитальную влезли ну можно было ремонт и делать создавали был сезон и все и нормально заработали потом можно было потихоньку давать пылесосить я не могу я подержу маленько серёж возможно в 6 часов проснулась возможно даже немножко посплю минут 40 и голова пройдет и я стану и начну делать дела не надо суетиться с утра подхватывать всех давай у каждого в доме свои обязанности ухалки любит чтобы всегда было пиздец и чисто не пылинки чтобы не старинка раз и готова девочки я начала готовить обед сделала заказ на доставку на 4771 много воды набрала почти 9 бутылок воды всякой разный святой источник рычал су потом вот это вот мне очень нравится новая по 39 мин и газированная миниорали вот креветочки взяла взяла скумбрию взяла тесто дрожжевое буду делать пирог со скумбрией рыбный пилот пирог чай черный михалыч пьет с левой тушка цыпленка охлажденная маффины покупаем пятерочки потом очень нравится греческие вот эти всякие зависушки так чего слойка кубанская это что а пирог лавина праздничная с грушей с туроком нравится мне очень масло сливочное яйцо куриное отборное алювия сыр он без сыра не может михалыча кубанский молочек творожный сырок с издюмом 3 штуки кефир кубанский морочек сметана две банки 15 процентной молоко две бутылки облепиха протертая с сахаром облепиху с сахаром протертую щеку с булочкой щеку облепиху она очень полезна облепиха протертая свежая персики нектарины дыня груши желтые бананы все критика подейству на 4700 ты мне себе там-то посчитала где 3 600 3 700 уже твоей пенсии не хватит плюс 4 700 хватает еще на карман девочки раньше пенсию то выдавали чё наличкой ждали с утра придет с почтальон что принесет пенсию наличка сейчас на карту переведут и все и хероньки не захочешь я потом почтальонка приносила одна помощь мы уехали в болгарии она за два месяца пробила мою пенсию я сказал помнишь бегала такая прошаренная да ты мне пенсию не приноси я уезжаю ладно ладно прихожу потом с болгарией приехал прихожу вы получили как получили взять и пенсионный я пенсионный в расчет найдет туда захожу перечислили ищите на почте ваши деньги и вот они забегали бегали там какие-то карточки в автомат и все но выдали понимают понимаю попробуй не выгод и потом она пропала это постаре уже все уже и не стало а что думаешь таких как ты там дофига много садам кто по огородам на лето уедут и все они там химичат они химичат и посмотри какие растраты мошеннические действия в почтах россии почтах россии начальника почтового отделения судили она наворовала столько там столько наворовала что и не посадили ведь ее не посадили сидит дома закрытая люди ходят много украла кто много ворует тех не садится и она же в капусту украдешь тебя по своем доме нет до 250 тыс сейчас ничего может ничего не будет она их всех уходят плюют ей на ворота пенсионеры поселки почта начальник почты воровала у людей прямо там воровал как сбербанки ты расскажешь на ком это да на книжку положит она эти деньги тратить машины покупают квартиры покупают вот это тоже когда мама угроза тоже ходила чуть-чуть все это было четыре вклада было четыре вклада вот сейчас завещание юля привезла документы а ира прислал документы я смотрю там четыре вклада да вот и все и не по одному вкладу денег не сказали что сняли по доверенности кто снимал по доверенности не понятно потому что небольшие деньги то были но по тем временам там 30 может и что в 12000 может на мы же раньше были большие деньги ну большие деньги если ладно девочки я я варю сегодня больше пяти минут по без мяса не ешь я буду деловой такой вот деловня вообще я дури уплочено у тебя уплочено постовой пост по у меня уже бульон есть работа представляют пылесосе покормить так и отключать я за пакетом и на готовыми и на него ладно устоял я за него давай поаккуратнее ты чё не видишь куда идешь уже девочки вот доставка доставка сейчас михал будет разбирать ну почти каждые четыре дня мы заказываем воду порог сметана фрукты курица ничего особенного две бутылки молока дыню большую смотрите какой большой но я показывала рыбку в рыбу заказала тесто заказала буду стряпать пирог в общем короче не разбирать это все возьми ножницы не надо развязывать узелки прямо разрезается или девочки никогда две узелки не развязывается на пакетах почему которые в магазине человек который завязывает эти узелки думает о чем-то иногда не очень хорошим нельзя я тут слышал одну новость что даже нельзя покупать маленьких гусей и утят с рук с рук я сновидущее да очень ни у кого ничего не берите михалыч не зубы брать ни у кого ничего не зубы ни у кого ничего брать мы только раздаем мы только раздаем а никто ничего не дает хватит уже еще не успела приготовить еще готовлю только он уже да надоело это кухня мне я уже знаешь тошнит от нее целом честное слово блин говорю тебе осталось сейчас поставлю на троечку свеклу варю борщик там часть сделаю ёжики и все на весь день и я свободу и рычал су соскучилась по рычалу вон я там вот тебе сделала вот холодильнике лежали такие знаете чаи замороженные как мороженки вот это вот брусника можешь пить и рюжи я просто завариваю чаем ой завариваю кипятком и потом разбавляю водой несколько раз обалденный получается он сначала очень сладкий а потом знаете насыщенный такой становится дыньку дыньки объелись уже объели креветки королевские может почеты перепутали ты не заказывал и заказывала буду паски делать королевскими креветками тесто и масло курицу до разделывать годами капает твою мать все полетело кита магнитики девочки Масло, тесто, креветочки, морозилку, пирог, маффины. А я что-то посмотрела, я по одной маффины заказывала. А подвинь, значит подвинь, и лакомка. Вода кипит. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Девочки, лежу, не хочу вставать. Алиса сбегала за мороженую, за водичкой себе какую-то водичку покупает. Непонятно какую, не знаю какую. Лизировку купила. Доставку заказала обычную воду. Мне нет, козировку надо. Хочет козировку. Пила мороженое. И Михалыч тоже сидит. Я говорю, тебе не кажется, что ты слишком хорошо устроился? Мороженое ест каждый день. Раньше пиво пили без ума. Сейчас мороженое. Вот понимаешь, сколько ты денег тратил. Ты даже себе не представляешь, сколько ты денег тратил. На пиво. На пиво, на сухарики. Лучше мороженое ешь. На улицу даже выходить не охота. Африканская жара. Мороженое стоит дороже пива. Мороженое стоит. Одна мороженая 70 рублей. Ну вот. А пиво? Думаю, не брал. Не знаю. Ну вот. Даже не знает, сколько стоит пиво. Не, осталось жизни. Год? Почти. Да. В ноябре будет год, как не пьешь. Да, пиво. Раскучилось? Угу. Очень. О, девочки, ежики. Вот такие я готовлю. Очень вкусно пахнет. Отварила гречку. Сейчас сделаю свеколку. Просто порежу и не сменится. Вот. А ежики? Супика съели, полкастрюли сразу. Садитесь, ежики, пока горячие кушают. Я и дарила ежики. Алис, не будешь ежики? А свеколка? И свеколку сделаю сейчас. А что газировку-то? Ой. Ну что, Алис, ты ее вот... Она что теперь сидит? Она, смотри, сидит там. Что она там сидит? Сейчас. Синдюша. Ты мне скажи, она спала, ты ее затащила или что? Да. Синдюша, ты моя девочка сладкая. А что, ну тебе ты баинькала, да? Ты баинькала. На улице баинькала. Алиса тебя домой хочет, к себе в комнату, да? Поспать. Ну, заходи, заходи. Ой, спала сильно, хорошо спала. Она на стуле спала, Алис? А в будке спала? В будке спала? Зачем ты ее подняла? В будке бы и пускай спала. Ну, она уже ей хорошо на улице? В будке хорошо там. В общем, полдник.